С этим продуктом связаны самые древние мифы человечества. Его значимость то возносили, то принижали. Сегодня, кстати, происходит примерно то же самое отношение к нему, без преувеличения меняется едва ли не каждый год. Но одно известно точно, без науки свежим этот продукт был бы не более суток. В эфире проект «Наука. Рядом». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте. И сегодня в центре нашего внимания будет молоко. Древние люди думали, что планета появилась из капли молока, а жители Средневековья считали его жидкостью для слабаков. Как менялось отношение к этому продукту на протяжении тысячелетий? Изучим витаминный состав молока и узнаем, как его производят. Первые упоминания о молоке датируются десятым тысячелетиям до нашей эры. При этом еще каких-то 150 лет назад масштабное производство этого продукта было просто невозможно. В истории вопроса предлагаю разобраться прямо сейчас. На стенах египетских пирамид изображены люди, которые пьют молоко животных. Эти рисунки, по предположениям историков, были нанесены примерно в восьмом тысячелетии до нашей эры. Сказать точно, в какой стране человек впервые начал выращивать животных не только ради мяса, но и для получения молока невозможно. Принято считать, что происходило это примерно в одно и то же время в Иране, Афганистане, Турции и Африке. Тогда же стали появляться и древние мифы. У каждого народа свои, символом жизни и здоровья которых становилось молоко. Например, в Древнем Риме считали, что бог неба Юпитер был вскормлен молоком небожительницы Козы Амалфеи. А в одном из африканских мифов вся вселенная образовалась из одной капли молока. Однако во времена античной классики отношение к этому продукту резко ухудшилось. Аристотель и вовсе считал, что от частого потребления молока человек становится слабым и даже инфантильным. А поскольку молоко моментально портилось, Гиппократ и Гален назвали этот продукт опасным для человека. И, кстати, в этом сомнений на тот момент не было, ведь молоко могло вызвать серьезное отравление. Отношение к молоку вскоре вновь поменяется, а вот вопросы его качества останутся нерешенными вплоть до 18 века. Именно тогда в России впервые попытаются создать молочное производство. Сперва молоко стали продавать организованно на рынках, более того, уже тогда определяли, как могли, конечно, процент жирности. Городские стражники опускали в емкость с молоком клинок сабли и потому, как молоко стекало, судили о той самой жирности продукта. А чтобы хоть на немного увеличить срок годности молока, в кувшины опускали лягушек, поскольку тело земноводных всегда остается прохладным. Однако ожидания не оправдались и вскоре от такого метода сохранения свежести благополучно отказались. Новая эра в истории молока начнется только в конце 19 века. Именно тогда мир узнает, что такое холодильники. Ну а сейчас самое время узнать, с чего все, что касается молока, начинается в современном мире. Наши корреспонденты уже готовы об этом рассказать. Самое главное в производстве молока – это, конечно же, корова. Поэтому отношение к ней в молочно-товарном комплексе «Рассошная» научно-практического центра по животноводству на Беларуси без преувеличения особенное. Утром начало дойки, как правило, беру примерно, потому что в каждом хозяйстве где-то с 6 утра до 12 идет дойка, причем каждая секция. Когда мы гоним животных на дойку, в это время идет уход за лежбищами или стойлами, где корова должна прийти, на чистенькое стойло лежать отдохнуть. После дойки она подходит, в это время нужно организовать раздачу свежего корма, чтобы коровка тоже начала потреблять его. В следующие 18 часов коровы отдыхают. Ученые шутят, что, в принципе, вся их работа крутится вокруг биологических особенностей животного. Ведь если корова нормально не отдохнет, она не даст качественное молоко. И это научный факт. То есть дать максимум ей необходимого питательных веществ, максимум комфортных условий для отдыха. Почему? Потому что если корова не отдыхает, то не будет молока. Вроде бы мелочь такая, но молока мы не получим. Ну и вокруг этого все наши разработки, инновации строились. Качественным должно быть и питание, а еще вода. К сутки нам способна корова съесть где-то 50 килограмм корма. Воды выпить более 100 литров корова способна выпить. И, естественно, она очень чувствительна к примесям в воде. Поэтому мы на качество воды должны уделять очень пристанавливание. Потому что когда еще молоко, без воды мы молоко не найдем. То есть корова должна пить, должна желать пить и должна выпивать необходимое количество воды для производства тех самых 25 литров молока в сутки, которые здесь в настоящее время мы имеем. Лидер по производству молока – порода Галштинская отечественной селекции. Генетический потенциал этой породы находится на уровне более 9 тысяч килограмм молока за лактацию. Это типичная молочная порода, обильно молочная, которая работает во всем мире. В Республике Беларусь ее в настоящее время имеется 99% от всех коров, которые используются для производства молока. Еще одна порода, которая себя уже отлично зарекомендовала – это корова красная. Молока она дает меньше, чем Галштинская, но жирность выше, поэтому производственный потенциал у нее тоже очень высокий. Здесь мы находимся на второй ферме, ферма по разведению красного молочного скота. Здесь поголовье 245 коров у нас. Средний удой на сегодняшний день 24 литра, но жирностью 4,5%. Где мы были первый вариант, удой 24,5% выше, но жирность, соответственно, 3,9%. Поэтому у нас есть такая уникальная возможность. При уровне удоя хозяйственного 8 тысяч, эти животные себя показали более конкурентным образом. То есть, опять же, все зависит от того, какой мы прогнозируем удой. Если бы мы их доили где-то на уровне 12 тонн, конечно, они на это не способны. Но до 10 тонн – это очень конкурентный, очень интересный и нужный скот для Беларуси. Ученые отмечают, что зацикливаться на разведении одной породы не нужно. Ну и учитывая, что мы молочная страна, а опыт показывает других молочных стран, необходимо несколько пород. В ведущих странах молочных топовых, куда входим и мы, да, кроме галстинской породы, да, которую большинство на сегодняшний день разводят и красную породу, и бурую швидскую, и джерсельскую породу, и множество других, даже таких интересных, скажем, пород, редко встречающихся, как тоже голландский полосатик. Сейчас ученые работают над созданием новой породы, и их разнообразие в конечном итоге дает свой результат. Одна порода хороша в вопросах получения больших объемов молока, другая устойчива к болезням, а из молока третий получается вкусный сыр. Вы смотрите проект «Наука рядом». Сегодня изучаем молоко и не пропустите финальной части программы. Пить или не пить, разберемся с ученым в вопросах пользы молока. Несмотря на то, что срок хранения увеличивается, витаминов меньше не становится. Как ученые сохраняют ценность молока во время производственного процесса, и какие новые молочные продукты мы вскоре сможем купить в магазинах. Если в вопросах производства молока практически все уже изучено, то споры о пользе этого продукта не стихают до сих пор. Кто прав, а кто не совсем, попытаемся выяснить сегодня вместе с нашим гостем. Василий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот казалось бы, молоко, ему тысячи лет, спорят до сих пор, полезно, не полезно, отношение меняется. Что сегодня с точки зрения науки, с точки зрения диетологии? Молоко – это что? Мнение всегда было однозначно. Молоко – это один из самых основных полезных продуктов для организма человека. Почему? Даже с точки зрения эволюции. Молоко – это второй продукт в мире у человека. Вместе с хлебом человек, когда перешел к одомашнюю скота, которую могли давать молоко, это тоже произвело огромный эффект на его развитие. Потому что до этого молоко было получить нельзя. Дикие животные дают очень мало молока. И они дают, в общем-то, практически только в период, когда они, так сказать, кормят потомство. А постепенно вывелись породы молочного скота, в период лактации есть, они дают молоко. То есть каждый день у вас на столе может быть минимум, ну, литр продукта, который имеет в своем составе практически все, что необходимо для нашей жизни. Это белки молока, этот казеин, льбумин, лактоглобулин. Они содержат все незаменимые аминокислоты именно в тех пропорциях, которые необходимы нашему организму. Поэтому если белок куриного яйца считается эталоном, то практически белки куриного молока приближаются. По качеству являются одними из самых лучших белков. Кроме этого, витамин А, В1, В2, В12, витамин Д, который нам необходим, и кальций, магний и калий, особенно по кальцию, который для роста ребенка, для костной системы, для человека возраста уже инволюционирующего, пожилого. Конечно, кальций молока, он хорошо усваивается, и поэтому сказать, что молоко – это какой-то продукт, который… Спорить о его пользе явлениями? Ну, я бы не спорил. Да, я понимаю. В интернете, когда мы открываем, можно увидеть… Ну, мы понимаем. Люди пытаются себя выразить по-разному. Есть такая возможность. Не надо никуда ходить. Прямо с диванчика ты рассказываешь в своем блоге, на котором подписано 0,5 человека. Ну, это твоя теща, например, слушает тебя так. Ты можешь говорить все, что угодно. Если мы берем научные данные, молоко практически не имеет отрицательного влияния человека. Да. Уже не молоко влияет, а есть такие состояния у человека, когда он не может воспринимать это молоко. Вот. Про то, как усваивает организм молоко. Да. То есть молоко здесь не виновата. То есть не виновата молоко. Не оно заставляет организм не усваивать. Просто какие-то причины. Генетические, в первую очередь. Какие-то заболевания. Да, они могут способствовать тому, что молоко не будет усваиваться. Но, коллеги, с таким же успехом многие заболевания приводят к тому, что не усваиваются и другие продукты. Есть так называемая пищевая аллергия. Пищевая непереносимая. Это два раза состояние. При которых десятки видов продуктов человеком плохо усваиваются. Так продукты в этом виноваты или человек? Конечно, человек. Организм его виноват, но не продукт. Поэтому сказать, что молоко вредно, оно не вредно. Оно полезно. Но в некоторых случаях оно не усваивается. Почему? Это другой вопрос. Правда ли, что чем старше становишься, тем хуже усваивается молоко? Да, правда. Что значит не усваивается молоко? Могут быть два состояния. Могут быть аллергические реакции на белки молока. Они действительно есть. И часто у детей, которые не получали грудное молоко от матери, они скармливаются на продуктах хороших. Но всё равно. Видно, вот нужно состав. К нему сложно приблизиться. И поэтому часто возникают аллергические реакции. Это действительно так. Молоко считается аллергенным продуктом. У детей будут высыпания кожные и так далее. Это один вопрос. Второй вопрос. Это неусвояемость сахара, который находится только в молоке. Это лактоза. Молочный сахар. Нужен ли нам молочный сахар? Нужен. Обязательно нужен. Он у нас участвует во многих биохимических процессах. Но кто контролирует распад этого сахара, превращение его в фермент лактаза? В фермент лактаза в основе лежит ген, который отвечает за синтез этого. Если этот ген не работает с самого начала, при рождении, то с детства не будет усваиваться молоко. Он может либо полностью выключаться и лактаза не расщепляется, либо то какой-то процент его может работать. Ну, понятно, не на полную мощность. Что же приводит к тому, что какая-то часть лактозы не расщепляется так, как необходимо. Но с возрастом, действительно, этот ген, он как ингибируется, и его активность постепенно падает. Действительно, после 40 лет, там, приложим, у 15-20, но не у 100. Не у 100 процентов он снижается, и эти люди начинают ощущать, что у них при употреблении молока необработанного. Ну, из магазина, просто цельного молока. Как-то не очень хорошо. А что очень хорошо? Мы-то знаем, повышенное газообразование, боли в кишечнике, там, диарея может быть, может быть, даже тошнота появляется и так далее. Ещё это связано с тем, что непереваренная лактоза, она является очень хорошим питательным веществом для роста некоторых микроорганизмов, которые находятся у нас в кишечнике, причём не самых лучших. И вот для них это хорошее поле деятельности. Поймите, в организме нет ничего такого, чтобы не было сбалансировано. И лактоза в нужный момент, и в нужном отделе кишечника расщепляется, и те безобразные бактерии не получают её. Это всё очень тонкая работа. Где-то нарушилось, всё. Но молоко совсем ни при чём. А как понять, что вот проблема именно в лактозе? Это нужно знать какие-то анализы? Да, есть анализы. Есть тест на непереносимость лактозы. То есть если есть какие-то проблемы, выпил молоко и понимаешь, что тебе не очень хорошо, то, в принципе, можно пойти сдать... Можно пойти. Поэтому любой сегодня грамотный человек набирает на своём компьютере тест на непереносимость лактозы в Минске, ему выбрасываются где-куда пойти, и ему возьмут букальные эпитерии со щеки. Через 12 дней он получит ответ, как у него гены работают. Там есть официальная трактовка, там три типа, как они не работают, там средние работают, больше работают, и всё расскажут, что у вас такое-такое-такое. Хотя вполне возможно, что это и не с молоком связано. А может, все продукты, которые не с молоком... Да, тут, понимаете, есть нюансы. Тем, у кого есть непереносимость к молоку, ещё не значит, что они не могут потреблять кисломолочные продукты. Кефир, йогурт и так далее, и так далее. Потому что сейчас есть безлактозное молоко, надо всё пробовать. Но чем вообще кисломолочные продукты хороши, в отличие от цельного молока? Из кисломолочных продуктов кальций и другие элементы усваиваются лучше. Почему? Потому что все эти элементы связаны с белками молока. А для того, чтобы они лучше усвоились, белок должен динатулироваться. А что динатулироваться? Он при сбраживании, ну, грубо говоря, мягкий такой, лёгкий, для ферментов, и лучше усваивается в том числе и с кальцием, магнием, калием, витаминами и всем остальным. Ничего полезного там нет, сплошная химия. Такие слова до сих пор можно услышать, когда речь заходит о современном молоке в банках и картонных упаковках, тем более, которое стоит без холодильников. Некоторых вовсе по-прежнему смущает надпись «молоко пастеризованное». Мои коллеги разбирались в нюансах, давайте посмотрим, что у них получилось. Непонятные на первый взгляд слова «пастеризованное молоко», «ультрапастеризованное», «стерилизованное» на самом деле обозначают лишь способ его обработки. Это просто термическая обработка молока. Пастеризация — это минимальная термическая обработка молока, в среднем это где-то 76 плюс-минус 2 градуса, то есть это убивается патогенная микрофлора и снижается общая бакобсиминенность для того, чтобы было молоко санитарно-безопасное. И оно хранится до 14 суток и менее. Если молоко идет ультрапастеризованное или стерилизованное, это молоко поддается большей температурной обработке, то есть это обработка больше 100 градусов Цельсия, где-то 137 градусов Цельсия. Стерилизованное ультрапастеризованное молоко отличается тем, что стерилизованное всегда разливается в асептике, то есть на предприятиях это полностью закрытая система трубопрободов. При этом, несмотря на все производственные циклы, молоко остается все тем же молоком. Оно сохраняет все свои свойства. Убирается только микрофлора, то есть стерилизованное ультрапастеризованное молоко не содержит споровой микрофлоры, патогенной микрофлоры и соматических клеток. То есть это максимально убирает любую микрофлору, и за счет этого молоко хранится намного дольше. Более того, даже сухое молоко сохраняет свои полезные свойства, и храниться оно может почти два года. На него делают ставку и ученые из Института мясомолочной промышленности НАН Беларуси. Из последних разработок, с учетом того, что у нас все-таки экспортоориентированная страна, и основной экспортный потенциал у нас именно по сухим, сгущенным молочным продуктам, то большую долю исследований мы проводим именно по сухим молочным консервам. И уже был на сегодняшний день закончен ряд разработок, и уже какие-то из них уже внедрены в производство именно сухих молочных продуктов для приготовления кофейных или иных горячих напитков, в том числе с использованием бетинговых автоматов. Одна из последних разработок – молочные продукты с пониженным содержанием белка. Назначение этого продукта и начало самой разработки было связано с наличием людей больных фенилкетонурией в Республике Беларусь. Целевая группа – это не очень большая этих людей, но, тем не менее, социально имеет значение производство продукта именно для этих людей и отечественного производства, потому что мы имеем ряд производителей российских, имеются производители европейские, кто-то ушел из рынка Республики Беларусь, кто-то остался, но для данной группы мы изготовили технологию производства таких продуктов и сегодня уже осуществили постановку на производство у себя на территории института мясомолочной промышленности. Еще одно новое направление – это молочные безлактозные продукты. Среди них будет даже безлактозный сыр. Еще одна спорная тема. Мы сегодня по спорным темам с вами специализируемся. Какое молоко полезнее? Парное прямо из-под коровы, да? Или уже обработанное, купленное в магазине или на ферме? Рассказывайте. Парное молоко вообще нельзя употреблять. А как же? В деревне. Да, из-под своей коровки. Да. А у коровки лейкоз, у коровки мастит, гнойные клетки, лейкозные клетки, еще неизвестно что. То есть вы считаете, что здоровых коров не бывает? Хозяйка не той тряпкой, грязной помыла вымя там и так далее, и так далее. Парное молоко нельзя ни в коем случае давать. Можно получить. А туберкулез? Да, я понимаю, что мне скажут. Тысячи лет пили парное молоко. Да. А кто статистику проводил заболеваемости после этого употребления? Никто. Поэтому ни в коем случае. Детям давать парное молоко нельзя. Да и самим пить. Да и вообще нельзя употреблять парное молоко. Почему на фермах молоко охлаждают? Вот парное, отдаили, да, тепленькое сейчас сразу. Потому что там такое количество еще живых бактерий остается в самих каналах, по которым молоко проходит, что охлаждает, чтобы они не начали измножаться. Хорошо. С козьим молоком та же история? С любым молоком. С любым парным? С любым молоком. Поэтому если вы хотите, чтобы были 100% уверены, что с молоком не будет передана какая-либо инфекция, там или, ну, в первую очередь, патогенные микроорганизмы, конечно, покупать надо обработанное в производственных условиях молоко. Мне хочется добавить про нашу промышленность молочную. Жалко, что не делают экскурсии на них, людей. Чтобы люди посмотрели, насколько сегодня современное оборудование на наших молочных предприятиях. Никто никакие марлечки не процеживает, никакими тряпочками не обрабатывает. Подходит цистерна с молоком, и автоматом оттуда отсасывается это молоко, и к нему больше никто не прикасается. Только на выходе вы получаете пачку или бутылку. Дальше, по нашим ГОСТам, по тех регламентам Таможенного Союза, по всем стандартам, молоком считается молоко без каких-либо добавок. Туда ничего не добавляют молоко. Можно только молоко обогащать. Для этого специальные документы, сколько чего, это наш центр, практически гигиен, давным-давно, 20 лет назад, это все отработано, разработано. Сколько чего добавлять? Больше ничего. Вот покупаете молоко, оно нативное, настоящее, и так далее. Да, его могут обезжирить, могут убрать жир, с которого получат потом сливки, и так далее. Это, пожалуйста, выбор. Я тоже предпочитаю не молоко 3-2%, но и не 0%. 1,5-2%. Это хороший, тем более, хочу добавить, что в молоке остается все необходимые жирные кислоты. Насыщенные, мононасыщенные, полиненасыщенные. Вне зависимости от процента жирности, который остается. Да, все находится в молоке. Но, с другой стороны, просто кому-то не нужно нагрузка, добавочный жир. Это все-таки жир животного происхождения. Вот спокойно. Я считаю, если у вас нормальный организм, нормально работает печень, вы проверяетесь регулярно, холестерин свой и так далее. Почему я должен себя ограничивать? Зачем? Я считаю, это совершенно неправильно. Но опять наши люди привыкли, что молоко – это что? Это напиток. Да. А это не напиток. А это еда. Им жажду не удаляют. Это еда. Выпив стакан молока утром, вы можете не есть ничего до обеда. Вы уже все получили. В мире в год вырабатывается почти миллиард тонн. 900 миллионов тонн корови молока. О чем это говорит? Продукт нужный, важный и полезный. Спасибо вам огромное. Вопросов по молоку больше не осталось. А мы продолжаем и прямо сейчас расскажем о новых продуктах, рецептуру которых разработали, конечно же, наши ученые, взяв за основу молоко. За эти разработки, возможно, ученые никогда бы не взялись. Однако те проблемы, которые сейчас есть, сами натолкнули исследователей на мысль о возможности их реализации. Главное из них – большое потребление сахара и высококалорийных продуктов, особенно в детском рационе. Проблемы эти касаются жителей почти всех стран мира, следствием которых становится развитие ожирения и других заболеваний. Видя эту проблему, специалистами Института мясо-молочной промышленности разработана линейка сладких молочных продуктов, таких как мороженое, творожные продукты со сниженной калорийностью, пониженным на 30% содержанием сахара, а также с заменой сахара на низкокалорийные подсластители. Над линейкой сладких, но болезненных молочных продуктов исследователи трудились примерно 3 года. Эти продукты имеют сбалансированный пищевой состав, сниженный гликемический индекс и предназначены для питания всех категорий населения, в том числе детей и людей больных с сахарным диабетом. Несмотря на снижение калорийности и отсутствие сахара, эти продукты имеют классический вкус, характерный для молочных продуктов с сахаром. Сейчас мы продолжаем разработку линейки молочных продуктов сладких. Ну а те технологии, которые уже разработаны, тоже мороженое, в ближайшее время попадут на производство. Поэтому вскоре эти продукты белорусы смогут увидеть в магазине. Легендарный русский ученый-физиолог Иван Павлов в одной из своих работ писал, молоко – это изумительная пища, приготовленная самой природой. О пользе этого продукта и совершенствовании рецептуры нашими учеными говорили сегодня и, смеем надеяться, в очередной раз доказали, что наука рядом.